Русские новости Русские новости Родина пытается прорваться Родина у Родина Нью Родина, как я ее называю Которая к прежней Родине не имеет никакого отношения Тут в эфире на дебатах Объявил некто Коротченко Который никогда к Родине никакого отношения не имел Но выдвинут теперь от нынешней его Родины Что это партия Рогозина и Глазьева Что-то я не заметил, чтобы Рогозин и Глазьев Объявляли о том, что они какое-то отношение к этой партии имеют Ну когда происходило переучреждение партии Которая тогда называлась между делом Родина Конгресс русских общин Тогда действительно Рогозин как гость выступал на этой конференции Я тоже на этой конференции выступал Но очень быстро развернулся Понял, что все это обман Все это сделано вовсе не для того, чтобы восстановить прежнюю Родину Пригласить туда людей В общем все разошлись в глубоком разочаровании Потому что главной основой для восстановления партии Уничтоженной в 2006 году В 2011 году была объявлена приверженность политики Путина Ну если так, то что делать русскому патриоту в такой организации Которая главная основополагающая идеологическая доктрина Связана с обслуживанием ныне действующей группировки Находящейся во власти Конечно к такой организации Русскому националисту, национал-патриоту Нельзя иметь никакого отношения Ну русские и не имеют Потому что такой организации по факту просто не существует Нет такой организации ни в регионах, нигде нет Ну просто ее нет Есть бумажка на момент регистрации Там было сколько-то региональных отделений В сумме больше 300 человек Все Спасибо, спасибо всем Лицензия на выборы есть И один депутат какой-нибудь региональной думы Что освобождает от сбора подписей Удивительная штука, да? Для того, чтобы русская организация появилась Ей надо не просто иметь, а содержать постоянно Более чем в половине регионов Свои региональные отделения А чтобы содержать, нужны какие-то штабы То есть нужны наемные помещения Нужны наемные сотрудники Нужны те, кто будут оформлять бумажки постоянно Я не знаю, сколько там раз в Минюст Раз в полгода В Минюст надо направлять бумажки о своей деятельности То есть быть полностью подконтрольным Вот это то, что для русской организации Ну и естественно подписи собирать А подписи завернут в любой момент И никакая русская организация Просто на эти выборы просочиться не может Даже я не говорю русская А просто национально-патриотическая организация Которая понимает, что такое русский вопрос И нет русского вопроса Поэтому на этих выборах Если нет, что нам на этих выборах делать? Еще раз призываю русских людей В фальшивых выборах участвовать нельзя Это не наши выборы Это выборы жуликов И результат будет жульнический Что бы вы там ни делали Каждый может сказать Да, я сделал все, что мог Я пошел и испортил бюллетень Ну на радость тем, кто все это жульничество устроил Потому что этот шаг давно уже учтен И спасибо, что вы приходите на выборы Ставите подпись Свою оригинальную подпись Вы соглашаетесь с тем, что эти выборы И их результаты являются легитимными Раз вы пошли на выборы Вы поддержали легитимность этих выборов Что бы вы там ни делали Со своим бюллетенем Это совершенно наплевать Правящей группировке Она все фальсифицирует То, что происходит в дебатах На выборах Это, конечно, мерзость несусветная Я пару-тройку этих дебатов посмотрел Ну просто вот надо было Составить какое-то впечатление И поделиться им Так бы вот по доброй воле Смотреть не стал Но отвратительно, конечно Отвратительно склоком между Родиной у Родины И справедливой Россией Которая на самом деле Которая на самом деле Отняла юридическое лицо У партии Родина По совершенно беззаконному сценарию Но кто этот сценарий реализовал? Ну тот же Алексей Журавлев Который сейчас возглавляет Родину Который пять лет просидел В Государственной Думе Во фракции Единой России И от нее был избран Теперь вот пытается избраться От самого себя Избраться в Воронежской области Там вот Валентина Боброва пытается Как-то сопротивляться Но я думаю, что все это дело напрасное Никакой там победы не будет Журавлеву уже обеспечили место В будущей Государственной Думе Очень ценный кадр Очень ценный кадр Потому что у него Главное там патриотизм Военно-патриотическое воспитание И Путин свет в окошке Это тоже условия Для его прохождения в Думу Все за Путина А дальше говорите все что угодно Вы можете быть любой Не только политической Но и сексуальной ориентации Лишь бы вы выступали за Путина Вот так они все и выступают В общем практически все Но поскольку в народе Ненависть назревает К этому режиму И кто такой Путин Я думаю, что подавляющее большинство Уже знает Просто это подавляющее большинство Не знает о том, что оно подавляющее И поэтому каждый думает Ну я-то знаю, кто такой Путин А вот они вокруг меня Вот такие дураки Ничего не понимают Уверяю вас Все все понимают И если вы так повнимательнее посмотрите То поддержки у Путина нет никакой Никакой В народе нет Вот в средствах массовой информации Которые промывают вам мозги Там поддержка стопроцентная И поэтому вот эти сценаристы Которые сидят за кулисами этих выборов И реально их фактически проводят Они сообразили, что нужна какая-то вот такая жесткая позиция Ну кто такой Зюганов? Зюганов же запутинец Абсолютный запутинец Это уже всем абсолютно видно Ну тем, кто себя не обманывает, конечно А вот эти престарелые коммунисты Которые все еще там вспоминают За родину, за Сталина Хотя уже все, кто был там Поднимался в атаку за родину За Сталина, кстати, не кричали Ну Те ветераны, с которыми я говорил Или кто выступал Ну не кричали за родину, за Сталина Ну может кто-то там и крикнет Политрук Но люди-то, которые шли на смерть Не кричали за Сталина Это все вранье Ну вот в памяти тех людей Которые там вот Поколение послевоенное Якобы за родину, за Сталина И вот выдумывают себе все эти мифы Конечно, они против Против ныне действующего режима Против путинской партии Может быть Некоторые из них и против Жириновского И против справедливой России Может быть Но их обманывает Зюганов Зюганов за все это дело Ему очень удобно Он тоже уже четверть века там сидит Безвылазно Ему что коммунистический режим Что посткоммунистический Все хорошо Вместе с соратниками Всегда при кормушке Вот эти люди обязательно будут В Государственной Думе Потому что они нужны Ну вот Должно быть что-то такое яркое Для того, чтобы Избиратели решили У, есть альтернатива Вот эти все запутинцы Одни открытые Другие скрытые А есть вот такие яркие антипутинцы И кто? Оказывается Касьянов Парнас Яркий антипутинец Ну еще там Из пыльного мешка вытащили Престарелого Явлинского Который выглядит как будто По нему долго топтались Говорить вообще не умеет Ни одного слова Он ни одной здравой мысли Вот удивительный человек Я его там лет 15 назад Наверное слушал И удивлялся Ну как это можно Вот говорить-говорить И не высказать ни одной мысли Вот сейчас он точно такой же Такой же постарелый И это вот для таких дам Уже давно преклонного возраста Ах, моя первая политическая любовь Явлинский Я голосую за яблочко Конечно я за интеллигентов За яблочко Какие там интеллигенты? Там может быть психи Да, там Явлинский Лечился в психбольнице Это известное дело Вот А тут еще Касьянов А чтобы Ну кто поверит Касьянову Это же Ельцин Путинский кадр Вот он Является оппонентом Ну тогда что? Тогда вот Нате вам Жрите Вам Мальцева кидают И пожалуйста Все русские националисты Теперь вот Теперь вот Запарнас И тут же Лепят Лейбл Это нацики И показывают Во всей красе Всю эту вот Нечистоту Которая Примыкала к русскому движению И даже Одно время Захватила руководство в нем А теперь все эти люди Запарнас За кого? За Мишу Мишу 2% Ну я там про 2% Не видел Свечку не держал Ну у меня есть Вот реальный Реальный эпизод С воровством Которому причастен Касьянов Это так называемые Царские долги Которые были выплачены Для чего? Для того чтобы Больше заимствовать Там же вот За рубежом Это такая вот Группировка была С участием Касьянова Не он там конечно Первую скрипку играл Тогда Тогда Черномырдин был На первом месте Вот воровство Я уже не говорю о том Что там творилось В Минфине И потом При раннем Путине Пока там Касьянов рулил Правительством Воровство тотальное Теперь значит Вор к вору Еще пристыковывают Людей Которых начинают Называть А это вот Русские националисты То бишь нацики Все русские Все кто за русское дело За русскую национальную власть Это вот Вот туда смотрите Нас естественно Русский национальный фронт Русские национально-патриотические Организации Не допускают Чтобы мы выразили Свое отношение Ко всему этому делу В средствах массовой информации Все это перекрыто Будут пропускать Только самую негативную информацию А кто ее формирует Вот формирует Вот это Нечисть Подзаборные Вот эти Так называемые Националисты Которые на самом деле Гитлеристы Их вот туда Касьяновы Какой удобный Конгломерат Получается Опять вот Белоленточный формат Замечательный Который Конечно Ну На дух не переносит Просто Любой вменяемый человек Все эти лица Вспоминает Все эти фигуры И одновременно Это майданный формат Вроде как Вот эти люди Замышляют Они сейчас Тут будут Зарывать ситуацию Конечно Они это ничего Сделать не смогут А Разыгран сценарий С заведомым поражением Такой вот Давайте Ужас майдана Который у всех В глазах стоит Потому что Одни мерзавцы Сменились Мерзавцами Еще более крутыми Еще более круто Замешанными И поэтому Вот надо Триумфально Вывести Эту Угрозу Раздуть ее А потом Ее Героически Победить Вот сценарий Который разработан На эти выборы И все роли Расписаны Я думаю Те кто Эти роли Играет Они знают Свою роль Они прекрасно знают Но за это Они получают Гешефт За разыгрывание Роли Что национал Патриоты Плюс Либералы Создали Некую Коалицию Которая Вот рвется К власти И хочет Импичмента Путину То есть Ничего не хочет Олигархию Уничтожить Не хочет Национализировать Собственность Олигархии Не хочет Предателей Изменников Изгнать Из власти Не хочет Только одно Импичмент Путину Заведомо Неисполнимое Обещание Его Оно не будет Выполнено Не то что на этих выборах Оно никогда уже Не будет выполнено Потому что пока Путина вперед ногами Не вынесут Он от кресла Не оторвется Вот вперед ногами Это более Такая реалистичная Технология Чем Объявить Импичмент Ну мы знаем Как коммунисты Объявляли импичмент Когда имели Все возможности Все тоже разыграно Было Вот коммунисты Рвутся к власти Импичмент Всего то Несколько голосов Не хватило Ах как не получилось Ну а эти то И вообще Никакой поддержки Не имеют И никаких шансов Получить Значимое число Голосов И вообще Хоть какие то голоса На выборах Не имеют Их и не пропустят Зачем они там нужны Но надо привлечь На выборы Как можно больше Избирателей Вот они Этих избирателей Привлекают Формируя Фиктивную угрозу И оскорбляя Оскверняя Вообще все Что связано С русским движением Поэтому эти люди Вот эти Сетевые хомячки Плюс Те кто Получает Мзду за Все это Безобразие Они конечно Нам не друзья Не соратники И совместно с ними Ничего мы уж точно Проводить не будем Это Национал торгаши Национал предатели Национал либерасты Пофамильно Вы их знаете Физиономии Их теперь По центральному телевидению Показывают У нас с ними Не может быть Ничего абсолютно общего Ничего Они там Русский марш Собрались проводить Это вот эти Национал либерасты Которые ездят На поклон Кадырову Теперь пошли На поклон Касьянову Они русский марш Будут проводить И вы потащитесь За ними Нет извините Мы им предоставить Такой возможности Не можем Мы будем Вот русский Национальный фронт Будем проводить Несмотря на что Несмотря на аресты Запреты Там и так далее Мы будем проводить Русский марш Конечно стараясь Так чтобы число Политзаключенных Не увеличилось А эта власть В общем готова К дополнительным арестам А тем то все можно Почему им все можно Вот им можно Высказать все что угодно За что других Сажают в тюрьму Этим можно Потому что они Роль исполняют По моему Это достаточно очевидно Достаточно понятно Вот И русский человек Должен сделать выбор Он готов Вот в этой обманке Участвовать Или все таки Он будет участвовать Не голосованием Идиотским Не в этих выборах А будет участвовать Реально в русском движении То есть Создавать информационные потоки Воспроизводить Ключевые идеи Русской национальной идеологии Сейчас вот это самое главное Приходить в конце концов На митинги На пикеты Быть на связи С русским национальным движением Ну ведь подавляющее большинство Тех вот Сетевых комментаторов Которые приходят Там что-то свои мысли Высказывают Они же абсолютно не на связи Они просто самоутверждаются В этих комментариях Вот и все А нужно Реальное сотрудничество Нужно создавать группы Людей Там формальные Неформальные Создавать информационную сеть Которая будет обмениваться Вот теми события Информация о тех событиях Которые происходят В русском движении Будет создавать эти события Конференции Митинги Шествия Там Выпуск каких-то книг Листовок Каких-то воззваний В защиту политзаключенных Поддержка политзаключенных Имея ввиду Конечно Прежде всего Тех кто нам близок Не всех подряд Не всех подряд Можно считать политзаключенными А вот Есть ключевые фигуры Квачков Кирилл Барабаш Юрий Екишев Это все Наши люди Которые Нынче сидят В тюрьме И таких Довольно много Мы их на перечет На память Не знаем Настолько их много Ну вернемся снова К выборам Русским конечно В этих выборах Участвовать нельзя Ну вот Иногда стоит Посмотреть За дебатами Чтобы убедиться В том что Все это Ну просто Мерзостный спектакль Каждый там Из этих Плохих актеров Пытается что-то играть Выдавать из себя Какой-то дополнительный Пафос Вот Алексей Журавлев Мой В общем Давный знакомый Который В общем Какое-то время Даже Мне казался Приятелем И может в чем-то Единомышленником Который там Декларировал свою Православность Русскость И так далее Вот Сейчас он Выдавливает из себя Какие-то Актерские навыки Которых у него нет Пытается преодолеть Там свое Природное Г Которое в обычном Общении В общем-то Не мешает А тут вот Оно все время Вылезает И его пафосное выступление Меня просто поразило Вот Накатывается Этот Этот пафос Невероятный Мы все там Президент Там Путин Язык русский Родина Россия Вот Такой лозунг Вообще ни о чем Лозунг И все завершается Попыткой Сказать фразу Голосуйте за нас Мы вас не подведем И все Вот Ну как бы Черт Ему как раз Эту шпильку В язык всовывает Он говорит Мы вас не победем Нет Нет Мы вас Не подведем Вот И не вышло И не вышло Не выговорилось Не выговорилось Потому что Все время Проколы Такие вот Происходят Исуществуются Их надо замечать Это не случайная вещь Это не случайная И она говорит о том Что на самом деле За кулисами есть Если вы Подметили вот это И правильно все это Можете оценить То вы можете понять С чем вы сталкиваетесь С каким явлением С какой очередной фальшивкой Ну и центральное телевидение У нас постоянно показывает Тех кто участвует в выборах Ну вроде как Вроде бы как Всем сестрам по серьгам Надо обязательно Так чтобы мельком Что-то Вот 1 сентября Все в школы идут Им всем сказали Что надо посвятить физиономии Где-нибудь в школе Или в вузе И вот там тащится Там Сергей Миронов Куда-то в какой-то университет Что-то там начинает рассказывать Людям Которые На порядок его образования Ну по крайней мере Если не студенты Студенты чаще всего Невежественные Ну по крайней мере Профессорский Преподавательский состав Это человек Который никогда Наукой не занимался И в общем Для преподавания Абсолютно не приспособлен Начинать там о чем-то рассказывать Или Зюганов Приходит на своих Кривых ножках Переступая как пингвины И с такими же Пингвинячими фразами Обращается к детям На которых он смотрит Как на Что-то опасное для него Потому что Дети со своим чистым Взглядом Многие просвечивают Всю эту лживость Которая исходит От коммунистов Или там Жириновский Тоже Вот ему специально Вуз создали Где рядом памятник Поставили И чтобы он Со своими норовоучениями Там обращался Ну это просто Вот позорище Дальше некуда Я к новому Министру образования Вы что Что позволяете Вообще делать Ну понятно Что еще там В должности Вот эта новая дама Не освоилась И может быть А кто его знает Освоится ли она Когда нибудь Спасибо что уволила Там кучу Всяких уродов Думаю что их там Осталось еще Девять десятых Вот А как это Вообще может быть Как политика Может войти Вот вуз До такой степени Что ставят При жизни Там памятник Жириновского Все нужно превратить В какой-то абсурд Все возможно Все можно Все можно И вот Жириновский нам Десятилетиями Уже показывает Все можно Вот если ты Обслуживаешь эту власть Ты можешь говорить Все что угодно И делать все что угодно Ты можешь материться В эфире Ты можешь С мальчиками спать Ты можешь Отнимать Там детский сад И чтобы там Кто-нибудь Из твоих Спонсоров Сделал какие-то Офисы То есть возможно Все И даже памятник При жизни И даже вуз Просто для того Чтобы там Изгаляться В своих Бесконечных Глупостях Кто слушал Жириновского Вообще Имеет мозги И при этом Не замечает Бреда Который он несет Наверное Это что-то болезненное Я думаю Что вменяемый Нормальный человек Не может Прослушать Жириновского Ну так же Как и Путина Невозможно Там нет Нет мыслей Там разорваны Все логические Цепочки И там есть Желание только Оказать какое-то Впечатление Ну Путин В основном Сейчас этим Взглядом Глазками Так вот Он уже Говорить не может Связанная речь У него не получается У Жириновского Никогда не было Связанной речи То есть он Два-три предложения И у него уже Какая-то другая мысль Прямо противоположная Может быть Как вы все это Слушаете Жириновцы Я вообще не понимаю Вменяемый человек Просто шпану Взял бы за шиворот И с трибуны Пинком бы проводил Ну а вы все Бред слушаете А почему А там ректор Сказал Поэтому мы Студенты Сидим Слушаем этого Негодяя Да встал и ушел Вообще-то Надо себя считать Свободным человеком Попробуйте С моей свободой Что-то сделать Конечно Есть что терять И поэтому Многие Трусят И боятся Но самое главное Это потеря свободы И превращение в раба Вот вы рабы Сидите и слушаете Вообще-то Придурка Нанятого В КГБ Еще там В конце 80-х Или там Даже раньше В начале 80-х годов Вы этого придурка Слушаете Просто состряпанную Такую вот Такой голем Который создан Был в КГБ И вот он до сих пор До сих пор живет Уже еле ходит А вы продолжаете Его бреднее Слушать Что там еще А Семигина Тут увидел Геннадий Семикин В партии патриотов России С гей-флагом Вот сейчас Они его сменили А так Был вот Такой цветной флажок Который обычно носили Вот эти извращенцы Европейские А у него такой же был флажок А он просто не знал А может знал Может специальный Такой вот сигнал Подавал Кто должен голосовать За партию С громким названием Патриоты России Теперь этот человек Уже страшно постаревший С потухшим взглядом Выходит с пропитыми глазами Перед видеокамерой И говорит о гармоничном Развитии личности Ну прям такой вот Философ, теоретик Отличный такой вот Лозунг для избирательной кампании Мы за гармоничное Развитие личности Вот А что с Единой Россией Кто лицо Единой России Ублюдок Извините другого слова Ну не могу я подобрать Детский хирург Дмитрий Морозов Вот этот человек Который на встрече С избирателями Сказал что он Его фигура Для попадания в Государственную Думу Согласовано С самим Владимиром Владимировичем То есть не согласовано С избирателями А согласовано С самим Путиным Поэтому это теперь Лицо Единой России Его все время показывают Человек в белом халате Конечно вызывает уважение Я вот не знаю Почему у них там Священников нет Человек в рясе Тоже вот Какой бы ахинею Он не городил Он-то как-то вот Воспринимается Совсем по-другому Чем человек в пиджаке Особенно с галстуком А этот вот В белом халате И с просветленным таким лицом Слушайте Ему нельзя отдавать детей Он же их уничтожает Это звание Только врач Только звание Хирург Детский хирург Ну это же Христопродавец Можно сказать Человек Который готов уничтожить Всю страну Почему он готов Потому что он Единой России Беспокоится И дал согласие Превратиться в лицо Этой богомерзкой партии Но если он это сделал То это абсолютно Бессовестный Бесчестный человек Я думаю что рано или поздно Вот вся подноготная Подобных персонажей Вылезет на поверхность И вот Дмитрий Морозов Я думаю что О нем станет многое известно Печально что Враг который оккупировал Нашу страну До сих пор не распознан И очень многие готовы Быть Жить Продолжать Жить в оккупации Особенно пожилое поколение Это меня просто поражает Люди которые Ну хоть как-то там Кто-то во время войны Родился Кто-то сразу Сразу после войны Ну прекрасно знают Что было поколение победы Оно не захотело Жить при оккупантах Не захотело Даже приходили там Да открывали церкви Там вот Немецкие войска приходили Открывали церковь Там колхозы Распускали Позволяли Крестьянам Самим зарабатывать Себе на жизни И есть свой хлеб И так далее Какой в какой-то момент Пока Не почувствовали Те же самые крестьяне Что такое на самом деле Окупация Она может быть Поначалу то и ничего И жить можно И при немцах жить можно Наверное И при Путине Жить можно И вообще можно жить Без России Уехать куда-нибудь И там мыть посуду Где-нибудь Вместе с неграми В какой-нибудь В каком-нибудь Заштатном Американском городке Можно Все можно Ну это уже Отказ от Своей человеческой сущности Вас Для этого Мать родила И Господь Бог Вам душу дал Бессмертную Чтобы вы Мыли посуду Вместе с неграми Печально Печально Что именно Пожилое поколение Которое связано С поколением Победы И знает Что это такое Ну по крайней мере От своих ближайших Родственников Что такое Окупация Вот это поколение Предает Предает Самым Бессовестным образом Я уже Не говорю От тех Кто там За КПРФ Голосует Считает Что КПРФ Это оппозиция Ну мозги Просто уже потекли За древностью лет И поэтому Происходит Такая Обирация Сознания Не говорю О тех Кто там Голосует За Единую Россию Я говорю О тех Которые Формируют Линии своего Поведения Тут прислали Публиковали В сети Такой Небольшой Фильм Есть такой Маленький Городок Мыски Или мыски Кемеровской Области И вот там Энтузиаст Спрашивает Под видеосъемку На улице Что вы ждете От этих выборов И пожилые Женщины Так уже За 60 Отвечают Пенсию бы побольше Пенсию бы побольше Им больше ничего не надо Ему пенсию побольше Какое же предательство И внуков И детей И своей родины Вам лишь бы пенсию Может России не быть А вот Если пенсию побольше дадут То мы и за это Готовы проголосовать И тут же Ролик посмотрел Кажется Из Нижнего Новгорода Там Пожилым людям Сахар раздавали Ну там За сходную цену А им бы Тоже Вот Лишь бы Лишь бы Вот сахар получить Когда Если бы им сказали Знаешь Вот за 1000 рублей Твой голос Они бы сказали Нет Мы гордые старушки Мы не Мы не потерпим Мы не протянем руки А тут им Сахарочку По 300 рублей Там Скостили И вот они Становятся в очередь Несут свои паспорта Позволяют выписывать Эти паспортные данные Росписи ставят И корреспондент У них спрашивает Что вы Вот зачем Что здесь происходит Ну все там Глазки прячут А сахар все равно Получают И только одна Старушка Так видимо Говорливая У нее дефицит общения И она Сказала Ну как Здесь вот Кто-то хочет В Думу пролезть А что же вы Сахар-то получаете От вот этого А нам все равно Нам все равно Кто в Думу пролезет Нам лишь бы Вот сахарочек получить Мерзкое предательство У нас иногда Есть преклонение Перед пожилыми годами И мы с уважением Относимся к Поколениям Которые были до нас Но смотрите Что творится В этих поколениях И какой может быть Упрек тогда Поколением Более молодым Или зрелым Или совсем юным Если в старших поколениях Настолько бесстыдная Продажа своей собственной родины У нас только один рецепт Не будьте такими Не будьте Вы видите эту мерзость Не будьте похожими На своих врагов Не будьте похожими На рабов Которые предали Свою родину Предали своих родных И близких Предали будущее Своей собственной семьи А между тем Между тем Ведь происходит Полное безобразие Вот я так Может быть Скороговорочкой скажу Между тем Путин снова подошел К вопросу Сдачи курил японцам И снова Морочит людям Голос Ну что там курил Что там эти Островки В море Что стоит там Да отдайте Давайте мы с них Триллион долларов Получим Отпразднуем Все это дело Устроим Всероссийскую пьянку Вот раздадут Если нам это все Попадет Так мы же даже Аплодировать будем Вот эти старушки Там получат Дополнительно Сахару По несколько килограмм Они же аплодировать будут Нам сахар Дали нам плевать На все эти Курильские острова Ну если людям Плевать на свое Собственное государство То государство У них не будет И своего собственного дома В мире у них Не будет существовать Все к этому идет И к сожалению Мы не видим Ни в одном поколении Вот такого Жесткого сопротивления Мерзостной власти Которая торгует Национальными интересами А между тем Острова Про которые идет речь Они не просто Куски камня Которые выпирают Из моря Там вообще-то Люди живут Они правда тоже Их тоже можно купить Сказать Да мы тут Такие инвестиции Вложим Мы тут дворцы построим Каждый из вас Будет жить в коттедже Без проблем Для достижения Политического эффекта Я думаю Японцы готовы Заплатить много Хотя Тоже будут экономить И скажут Ну знаете Не сразу Вот Через пять лет Там начнем что-нибудь Вот мы тут Согласуем Что-нибудь подпишем Потом можно отказаться Как всегда Ну лишь бы Суверенитет закрепили За Японией Пусть сначала Ограниченный Как они там Придумывают Ну мы слегка Откажемся от суверенитета Они слегка Его возьмут Такого не бывает Суверенитет Либо есть Либо нет Где граница проходит Это важно Где государственная граница Вот сейчас От границ Российской Федерации Почти ничего не осталось Потому что От суверенитета Ничего не осталось Можно перепрыгивать Через эти границы Финансы текут туда Обратно Без проблем Без проблем Сколько там пошлин Не устанавливая Каких-то правил Все равно Они перетекают Ну так Так устроились Мировые валюты Тут у нас торгуют Любыми валютами Поэтому Много есть технологий Как избавиться От государственной границы С помощью Тоже придут к этому Это не просто острова Там есть Двухсотмильная зона Исключительно Экономической деятельности И как только Ты отдаешь Камень в море Вокруг него Еще 200 миль Это мало того Что там есть Природные ресурсы Рыба и так далее Это еще И вопрос Оборонной безопасности Как только Отдадим эти острова Все Можно считать Что Мы выхода В Тихий океан Уже не имеем Потому что Это двухсотмильная зона И там будут плавать Японские военные корабли Кроме того Там есть Одно такое Замечательное Месторождение Я К своему стыду Раньше об этом не знал Но вот мне подсказали Я в интернете Заодно посмотрел Почитал Там есть Месторождение Рения Такого Редкого элемента Который вообще Синтезировать Крайне сложно И это Очень дорогостоящие Технологии А тут он Прямо Можно сказать Из жерла Вулкана Выходит Вместе с парами И там даже Начали строить Какой-то заводик По улавливанию Этого рения А зачем Это Ну Какой-то редкий Металл Кому он вообще Нужен Ну люди Невежественные Они к этому Относятся Так вот Какое нам Дело до этого Нам бы лишь бы Пенсию побольше И вот сахарок Там бесплатный Или со скидочкой Получить А между тем Рения Это Та добавка К металлоконструкции Реактивных самолетов Которая Позволяет Лопаткам Двигателей Выживать Значительно Дольше Срок Чем если бы Они изготавливались Без этой Добавки То есть Это вопрос Самых передовых Технологий Которые все Концентрируются В Этих Летательных машинах Пассажирских Военных Транспортных И так далее Если Самолет Реактивный То Его лопатки Должны содержать Примесь Рения И если мы Отказываемся От этих островов До свидания Никакого рения Ну у нас и так Уже Путин добил Уже все Можно сказать Что авиастроения Пассажирского Грузового У нас нет И вот еще Порошенко Предатель Изменник И вор Продал За рубеж Технологий Производства Самых Можно сказать Рекордных Самолетов Сам перестал Строить Украина перестала Строить Вот эти МРИ Еще там Какие-то Есть самолеты Сейчас не припомню Название Вот эти Рекордные По Грузоперевозке По грузоподъемности Самолеты Взяли Продали Технологии А зачем Потому что Государство Такого Украина Не существует И существовать Никогда не будет Ну видимо Российская Федерация Тоже уже не государство Поэтому можно Продать все Можно Душу дьяволу Продать Можно границы Продать Можно Острова продать И Ренин нам не нужен И самолеты нам не нужны Нам достаточно Там Несколько миллионов человек Которые будут Обслуживать трубу А олигархия Будет получать доходы От этого Рабы Им даже и учиться Не надо Зачем Вузы сокращаем Кадры Вузовские Сокращаем Сокращаем Программу Обучения Детей В школе Вместо того Чтобы ее Насыщать Теми знаниями Которые Необходимы Все больше И больше Все идет Под снос То есть Путин Это глава Ликвидационной Комиссии Там что-то Вякнул на этот счет Господин Кургинян Который все время Молчал Потом вдруг Раз И вдруг Он стал сразу Антипутинистом Хотя только что Был путинистом Замечательно Они переобуваются Просто Себя так вести И негоже Ходить за Вот этими баранами Которые подобные Штуки Отпускают Сегодня ты Национал патриот Завтра ты с либералами Уже в союзе И по их спискам Идешь Сегодня ты был В родине Завтра ты в Единой России По их спискам Прошел И теперь Ты был Антипутин Стал запутинец Надо таких людей Конечно С такой Подгнившей совестью Выявлять раньше И отношения Свои формировать Гораздо раньше Чем С ними происходит Вот это Они получают Какую-то поддержку Получают голоса Получают потом Через закрытые каналы Которые нам неизвестны Поддержку в виде Финансовых Организационных ресурсов Вот они всплывают И вдруг мы Обнаруживаем Что человек На которого мы Рассчитывали Которого мы Поддерживали Своим голосом Мнением Своим там Участием в политике Вдруг оказывается Совсем другим Что все это была Маска Или все это Было просто товар Который Конвертировался В какой-нибудь Государственный пост Или В участие В каких-то Компаниях Государственных Получение Каких-то акций Дополнительных Доходов Вернемся На Дальний Восток Я пропустил Это Посмотрел Тут совещание Путина С предпринимателями Японскими Китайскими И российскими Говорили Это в основном Российские Японских Я что-то не заметил Или они там были Трудно различить Японцы Китайцы Они и не представлялись Внятно И не говорили Ничего существенного А наши там Распинались Как они замечательно Они уже подняли Оказывается В Дальний Восток С колен То-то народ Оттуда бежит И там Сплошная безработица И все вакансии Предпочитают Заполнять Не гражданами России А китайцами Ну потому что Они и политически Лояльны В чужой стране Находятся И социально Не нужно им Никаких там Невыплат Ничего И они готовы За похлебку Работать Эти люди Эти предприниматели Разного масштаба Они уже Например Объявили Что они Оказывается Обеспечили Весь Дальний Восток Мясом И им теперь Нужен выход На внешние рынки Им нужно торговать С Китаем Нужно продавать Вот свинину Нужно продавать Им в Китае Вот как бы Это вот так устроить Чтобы там Пошлины поменьше Чтобы больше Чтобы мы вкладывались И так далее На самом деле Там проговаривались Все лежит Там Рыбный порт Который там Невозможно использовать Невозможно продать Это мясо Которое они Якобы там Производят Им зачем Внешний рынок Потому что Это гарантированная Поставка А что тут Магазины создавать Инфраструктурную Сеть И доводить Свою продукцию До Граждан России Они же не могут Заплатить Они же все Безработные Вот эту правду Никто естественно На этом совещании Говорить не стал И не будет И только Путин Вот Пучил свои глазки И говорил Ну мы Вот этот вопрос Мы тоже сейчас Не можем решить Так сходу Ну мы подумаем Посовещаемся Мы проведем Отдельное еще Совещание То есть Совещание посвящено Подготовке Других совещаний Замечательная Система управления Зачем все это Тогда проводить Вы проводите Те совещания Которые нужны А это совершенно Бессмысленный И беспощадный Метод запудривания Мозгов Самим себе И окружающим людям Ну я то посмотрел Все это Потому что там упомянули Мой родной город Свободный Вот эти Газо-нефтяные Магнаты Говорили Ну там будет еще Плюс нам надо 25 тысяч человек Разместить Где-то они должны жить Пока они там будут Строить Какие-то наши объекты А потом мы их Всех уволим Это они уже Заранее знают Что они все их уволят И нам нужно будет Примерно столько же Людей для всего этого Для обслуживания То есть Они наймут Потом люди Испытают шок От того что Их отовсюду уволили И вообще Изгоняют их Из их собственных квартир И речь идет Только о том Как бы это вот так устроить Чтобы быстренько Все Город увеличить На 25 тысяч человек Создать Необходимую инфраструктуру Чтобы они Жили Питались Как угодно Они могут жить И работали На каком-то Нефтегазовом предприятии А потом Потом разберемся И никто даже не замечает Что Социальная катастрофа готовится Что они готовят Людей К массовым увольнениям И Можно сказать К тому Чтобы изувечить Город свободный Где я родился Вот я только поэтому Смотрел все это Ну Такой дребедень Конечно Меня ему Человеку слушать Тяжело Тяжело И вряд ли кто слушает Но вот мне довелось Послушать Что еще тут Новость про Паралимпийцы Паралимпийцы Нас не допустили Вот нас Чистых спортсменов Термин такой Извели Чистые спортсмены Вот нас не допускают Мы проведем Свои собственные игры И кажется Нас обидели Опять Запад против нас И что же нам делать Конечно вот Ну надо в пику Запада Что-то там провести Создается вопрос А для чего Паралимпийское движение Это для чего Для того чтобы Покалеченные спортсмены Имели возможность Продолжить карьеру И государство Вкладывало в них Для того чтобы Для чего еще Для пиара Своей собственной деятельности У нас даже инвалиды Посмотрите как живут Какие они энергичные Как они там По дорожкам на одной ноге Бегают Или плавают Там без ноги Или без руки Для чего все это дело Для чего все Это пиар Ныне действующей власти Якобы она действует А на самом деле Вот тоже Я тут участвовал В дискуссии Мне оппонент Говорил все время Ну посмотрите Как Москва Обустраивается Для инвалидов Всякие съезды делают Пандусы В транспорт можно войти Как замечательно Все Я спрошу А для самих инвалидов Вы что-нибудь сделали Да Они могут ездить Там по дорожкам Они могут заезжать В троллейбусы В особенности В центре Москвы Где они не бывают А для самих инвалидов Вы что-нибудь сделали Вы создали им Рабочие места Обслуживание их Медицинское Вы все Эти вопросы Вы уже решили А теперь вы занимаетесь Вот этими пандусами И теперь вы занимаетесь Паралимпийским движением Вы все вопросы решили Нет Они не решили Ни один вопрос Они решают только те вопросы Которые создают иллюзию Того Что они что-то делают На самом деле Они делают только то Что связано С пиаром С пропагандой С обманом Фактически всех И тех же самых инвалидов И тех граждан Которые слава богу Как-то вот еще здоровые Но скоро наверное Здоровыми не будут И что же делать С вот этими инвалидами Которые занимаются Спортом Ну христа ради Пусть занимаются А при чем здесь Вот эти все Почетные значки Все эти медали Для чего Для кого Это что для здоровья что ли Да нет конечно Это может быть Это демонстрация Да в каком-то смысле Это демонстрация Там мужество Силы духа И так далее Но Это что Теперь у нас Самое главное В отношении инвалидов Чтобы они кому-то Чего-то там демонстрировали А те кто нормально Просто хотят жить Они в каком состоянии Должны быть Их вообще можно забыть Вот главное Те кто вот проявляет Какие-то чудеса Мужества Стойкости И вот тогда в них Можно вкладываться И они будут таким вот Символом Российской государственности Это конечно безобразие Это паразитизм Паразитизм на проблемах Инвалидов И давайте здраво Все это дело оценивать Что так же как И вот этот спорт Высших достижений Является профанацией Спорта как такового Так и Паралимпийское движение Тоже является профанацией Поддержки Людей Которые Ну С трудом живут Вот в тех условиях Которые Для них возникли После каких-то Серьезных травм Или каких-то Заболеваний На самом деле На недействующая власть Конечно Никакого внимания Проблеме инвалидов Не уделяет Но зачем тратить деньги На них Только с целью пиара Вот это да Это они делают Это они делают Надо отдать должное Вот в области пиара Мы впереди Планеты всей Все остальное Идет прахом Очень интенсивно Обсуждалось Новости На всех каналах Показывали Такой террорист Предприниматель Захватил отделение банка Прямо в центре Москвы Благообразный Такой старичок В 55 лет Вот Играющий в старичка И сыгравший В террориста И по-моему Все это было игрой Зачем эта игра Какие-то героические усилия ГВД Москвы Должно было предпринять Да, наверное Руководитель главка Которого мало знают Потому что Ну что его знать Если он ничего не делает И в общем-то От своей работы Не отчитывается Вот его может быть Хотели показать Как он с этим террористом За ручку здоровается В обмен на то Что ему Вот этот муляж Бомбы передают Он бомбу принимает И за ручку Поздоровался Потряс ее А вся Подоплека Истории Что предприниматель Разорился И вот он хочет Привлечь внимание К тому Что кредиты Не дают Малому бизнесу А то Малый бизнес Это не знает Или может мы не знаем Или может быть Мы не хотим знать Действительно Мы не хотим знать Что свободного предпринимательства В Российской Федерации Больше нет Или оно Влочит жалкое существование Мы что Не видим Как Собянин Расправился В очередную ночь Ковшей С тем самым Малым предпринимательством Которое там Ютилось В этих Небольших магазинчиках И там Как их Давали видимо Ну где-то разным Производителям Где-то Каким-то еще То есть Уничтожены рынки Уничтожены Вот Те магазины Шагового доступа Которые Были Ну москвичи Уже к ним привыкли Я понимаю Когда Что-то сносит На этом месте На этом месте Быстренько строят И Не распадается Вот эта социальная ткань Которая образовалась Уже вокруг Этих магазинчиков И туда люди Постоянно ходили И показывают Все время Люди Которые говорят Ну красиво Вот теперь стало красиво Что там красивого Я не знаю Что вообще красивого Есть Вот в этих Бетонных джунглях Которые Там Лужков строил До него коммунисты строились Что тут красивого Вообще Что красивого Вот у станции метро Снесли эти Иногда Липоватые Иногда Вполне приличные Павильоны И что-то стало там Красиво Что там они Красиво увидели Тоже постоянно Показывают Стариков и старушек Которые вот Стало красиво А куда им за хлебом Теперь ходить Те кто думает Те кто думает Об этом Тех естественно По телевизору Не показывают Собянина Видимо Готовят В новые президенты Потому что Ну вот Абсолютно Конфетно Розовая Информация И Постоянно По федеральному Каналу Второй канал Который Там принимает Наверное 90% Территории Российской Федерации Все время Собянин Весь Весь в белом Пушистый И вообще Такая Замечательная Жизнь Все должны Переселиться В Москву Большая Москва Специально для этого Прирезана Давайте Всю Россию В Москву Заведем И потом Все хором Проголосуем За то Чтобы у нас Собянин Был президентом Вот до этого К этому Нас ведут Кажется Что это дичь Какая-то Но это дичь Это реальная Стратегия Которая реализуется И надо Увидеть ее День знаний День знаний Потемкинские деревни Сплошные Потемкинские деревни Реальная ситуация Это Отчет рекламными акциями Они вместо того Чтобы Тестировать Как-то подключать науку Которую тестирует А что же получаем мы На выходе Из первого Из второго класса И так далее На выходе из школы Что получается Получаем ли мы Достойного гражданина Получаем ли мы Человека Который Правильно ориентируется В мире Правильно понимает Что было Историю знает Литературу Насколько он это знает Насколько он понимает Что скажем Телеканал РЕН-ТВ Который всякий бред С колдунами И так далее Что это Просто Бесстыдная ложь О том Что у нас Окружает В каком мире Мы живем Что это Выдают Выдумки Специально для того Чтобы Заморочить людям головы За некую действительность Там с парапсихологами Там Что-то НЛО Редко стали показывать В общем-то Должно было бы Быть Вот все в одной кошелке Очень часто Любили такие фильмы Где Обо всем Там Пустыня Наска С рисунками Гитлеровцы Открытых школ Чему там учат Каково содержание образования Мы не знаем Слава Богу Бывшего министра образования Вышибли Вон Вынесли Отправили на Гиблое направление С Украиной Все понятно Там И положено Что все провалилось Новый Министр образования Который в системе образования Практически не работал Занимался там где-то наукой Пропустили Через Можно сказать Пекло адское В администрации президента Увидели Что Все Теперь Этому человеку Можно доверять Дама Занималась Общественными инициативами Проведение Всяких там Селигеров И прочих Всяких Безумных Пиар-акций Наверное Вот эта Пиар-деятельность Показала Что она Способна управлять Системой образования Знает что такое Знает вообще Зачем Наших детей Лишают свободы На 11 лет А потом еще Дополнительно Чтобы в армию не попасть Еще на несколько лет В ВУЗе надо Отсидеть Отсидеть Именно отсидеть И вот То что мы видим В День знаний 1-го числа 1-го сентября Вроде как Надо вспоминать о том Что как вот дети Все светлое Конечно про трагедию Беслана забыли А вот это на самом деле Есть главный символ 1-го сентября Путинизма Это Беслан Это погибшие дети Там около 180 Или чуть больше 180 погибших детей Об этом Кто же будет вспоминать А те кто вспомнили Ну конечно в Кутузку Матери Которые все еще помнят Вот эту ужасную трагедию Они Вышли с каким-то Нелояльным К властям Пикетом Их конечно Всех арестовали Забрали Чтобы не было Этой памяти Почему Потому что Главным виновником В гибели детей И взрослых Тогда В начале сентября Дай бог памяти 2004 года По-моему Главный виновник Это Путин А кто отдал приказ Стрелять прямой наводкой Прямо по этой школе Кто Конечно все Сейчас это Покрыли Покрыли мраком Чтобы никто ничего Не помнил Не понимал И тогда Интенсивнейшим образом Работали Чтобы следов не осталось И дискредитировали Там доклад Юрия Петровича Савельева О Беслане Где он Прямо доказал Что там на самом деле Происходило По материалам дела Которые В общем использовались Для того чтобы Фальсифицировать Действительность Он рассказал Как это было На самом деле И даже так В предположительном ключе Ну хотя бы Честный прокурор Стал бы расследовать Ну у нас Все бесчестно Все бесчестно Вся прокуратура Пронизана ложью Следственные органы Суды Все пронизано Абсолютно пронизано Ложью Там за гражданина За закон За конституцию Там вообще ничего нет Вообще ничего Все исчезло уже Поэтому и государства Как такового нет Ну как государство Может жить Современное государство Без суда Без честных прокуроров Без того чтобы Расследовать преступления Ну как расследовать Преступления Если их Беспрерывно совершает Власть Но если эти преступления Не расследовать То можно и другие Не расследовать Или расследовать Те которые Удобно расследовать А остальные нет Я реально попал в ситуацию, когда мошенники захватили крошечный земельный участок, там три с небольшим сотки, и я не могу им воспользоваться. Это родовое наследство, которое перешло от нашей семьи по родовой цепочке. Все, и это вблизи Москвы, в деревнях, в которых многие поколения предков моих детей жили. И вот кулачок теперь будет просто пустыней, потому что такой суд. А у суда есть специальный эксперт, который сказал, что можно жить на этом участке, не имея водопровода, электричества. Он как личное подсобное хозяйство, вам для этого данный участок. Так вы и ведите, как без водопровода, без возможности пройти, подъехать, подвезти какие-то грузы. Конечно, это будет пустырь. Таков Красногорский суд, такова Красногорская прокуратура, таково Красногорская... Да черт побери! И таково Красногорская УВД, который ничего не делает, ну куда ни обращайся, несколько лет этим занимаюсь. Все уже как бы, все завершилось. Завершилось и картина стала целостной. Там нет просвета. Нет просвета. Когда мы смотрим на органы государственной власти, структуры правоохранительной, там нет просвета. Там все черно. То есть это то, что требует ампутации. Все уже почернело, там все сгнило, абсолютно все. Необходима ампутация. Вот этой ампутацией может заниматься только русская власть, которая тонко отделит здоровые ткани нашей государственности от давно уже утративших всякое здоровое содержание. А если мы этим не будем заниматься, ну у нас уже целые отгнившие регионы. Кадыров заявил, что Чечня для чеченцев, а все остальные пусть попробуют создать свою собственную республику. Вот кому хочется жить как бандиты такие вот с этническим содержанием, как в Чечне, ну создайте свою республику. А Чечня для чеченцев, понимаете? Россия для русских это все это экстремизм. А Чечня для чеченцев это нормально. Русских всех уничтожили, просто физически истребили. 300 тысяч изгнали, 50 тысяч убили. Никто не расследует, всем нормально, всем замечательно, хорошо. Путин тоже нормально. У него есть еще помимо той национальной гвардии, которую он создал, еще есть специальные батальоны смерти из чеченцев, которые всегда можно прислать в точку, где люди как-то особенно рьяно сопротивляются и истребить там всех. Ну так как они показали, они могут это, они могут истреблять, они могут вырезать людей там, перерезать горло. Все это было и все это стараются забыть, пытаются забыть. 1 сентября не вспоминать Беслан, не вспоминать трагедию, которая произошла через несколько дней, когда из Кремля поступила команда решить вопрос любым способом. Вот и решили, решили таким способом. Ценой гибели около 300 человек и более 180 детей. Они так и решают все проблемы, у них других способов решения проблем нет. А наши проблемы они не решают. Они проблемы своего облика, своего пиара. Они решают так, любой ценой, любой лжи, любых жертв, любых средств, которые они вынут из нашего кармана. И мы должны отвечать им полной своей ненавистью. Этот режим ненавистен нам должен быть, ненавистен. Мы не можем ему сопротивляться с оружием в руках, не можем, потому что у нас нет ни оружия, ни армии, ничего. Против нас огромная масса вооруженных людей, потому что мы сделать в этом направлении ничего не можем. И надо в этом признаться. А то, что мы можем, это не принимать эту власть. Это создавать структуру русской солидарности в условиях оккупационного режима. Не обязательно это делать публично, но надо это делать. И не верить ни единому слову, ни единой пропутинской партии. Они все пропутинские. Все абсолютно партии, которые вышли сейчас на выборы, пропутинские. Все кандидаты пропутинские. Никто не критикует режим всерьез. Если критикуют только для того, чтобы сконцентрировать недовольство людей. Показать в самом отвратительном виде тех, кто способен хоть что-то сделать. Русский национализм надо дискредитировать вот этими мерзостными фигурами, которые режим сам же к нам и внедрил. Поэтому не верьте вот этим всем проходимцам. Не верьте. Не верьте в партийно-политическую систему, которая создана. Она абсолютно незаконна даже с точки зрения Ельцинской конституции. Не верьте ни единому слову чиновника, чтобы он там не говорил, какими бы ковришками он вас не кормил. И тогда возникает шанс на освобождение от оккупационного режима и на утверждение русской национальной власти на строительство русского национального государства. Слава России! Слава России!